Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня у вас снова видео на проекте Мазин Холиплей. Ну что же пацаны, эта серия будет очень интересной, потому что я придумал очень классную тему. Я в этом видео хочу прокачать аккаунт своему подписчику. Каким образом? Я найду 100 подписчиков, у которого там маленькое имущество, там квартира, дешевая машина и хочу ему купить дорогой скин, дорогую машину. Ну в принципе хочу как бы прокачать ему аккаунт. Я думаю это будет очень интересно, поэтому пацаны, не линьтесь, просто поставьте лайк. Большое спасибо за вашу активность, вы просто на изи набираете 100 лайков, но пацаны в этом есть и проблемка небольшая. Давайте договоримся так, если вы набираете на этом видео 200 лайков, то выходит новая серия, потому что вы быстро набираете 100 лайков и я не успеваю снимать, понимаете? Я не успеваю записать видео, отмонтировать там и так далее. Поэтому пацаны, как только это видео набирается 200 лайков, я выпускаю новое видео. Также пацаны, не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Мазин Холиплей. Желаю вам всем приятного просмотра, приятного аппетита и мы погнали. Ну что ж пацаны, теперь осталось самое сложное, это найти подписчика. А как его искать, я вообще не знаю, потому что я хочу прокачать аккаунт именно подписчику того игрока, который меня знает, который меня смотрит. Это самое главное. Кто это будет, я честно говоря не знаю, у меня как бы есть 8 миллионов и я готов потратить, ну, почти все деньги на него. Давайте попробуем посмотреть фо, может быть какой-то есть маленький уровень, либо хотя бы более-менее маленький уровень. Так, вот уровень 14 у пацана, Алексей Бодров. Окей, давайте напишем ему смс, типа привет, там все дела. Давайте напишем ему хотя бы привет, а там уже посмотрим. Какой-то странный чувак, типа говорит, я все продал там, я же говорю, продал Супра и Логан. Ага, у него Супра и Логан была, окей. Давайте позовем его в Дискорд. Я не знаю, пойдет он или нет, поговорить там с ним. Ну блин, это будет реально круто, живая реакция, в принципе, в Дискорде. За контент ставьте лайк, я надеюсь, у нас все получится. Так, пацаны, он мне кинул свой в этот Дискорд, я надеюсь, что он адекватный и его реакция будет реально классная. Все, я ему отправил запрос на дружбу, сейчас, короче, будем с ним созваниваться. О, все, звонит. Я почему-то тебя не слышу, я не знаю, в чем проблема. Ну сейчас я тогда в Дискорд перезайду и наберу тебя. А, ты что-то пишешь. Так, что там пишешь? Я сейчас перезапущу телефон, окей, давай. Я, честно, пацаны, уже устал, потому что я это видео снимаю уже около часа, наверное, и никакого прогресса не произошло. Я нахожу людей, но в итоге у них либо плохой микрофон, либо нету Дискорда, либо хорошее имущество, поэтому найти кого-то тяжело. Но я пытаюсь, пацаны, я реально стараюсь и надеюсь, вы поставите лайк. Поставите много лайков и напишите приятные комментарии. Короче, пацаны, я только зря потерял время, потому что у меня бандикам не хочет нормально работать. Почему? Я не знаю. Получается, он либо записывает мой голос, либо записывает голос подписчика. Одновременно два голоса он записывать не хочет. Поэтому придется записывать прокачку аккаунта без Дискорда, хотя я хотел очень сильно с Дискордом. Именно в этом была моя задача, записать именно с Дискордом. Потому что с Дискордом было бы намного интереснее. Сейчас будем искать подписчика. Пацаны, походу, это все-таки судьба, потому что мы вернулись к тому же самому игроку, который был самым первый. Это Алексей Бодров, у которого был плохой микрофон в Дискорде. Это судьба, пацаны, то, что мы ему прокачаем аккаунт. Так, пацаны, я ему все объяснил, можете вот прочитать. Я написал. Короче, такое дело, я снимаю новую рубрику, и так получилось, что ты будешь в ней участвовать. Называется прокачка аккаунта подписчика, то есть я тебе подарю скин машины и квартиру. Так, мы, короче, приехали, и... Блин, мне самое главное, чтобы он не был азартным игроком, потому что, если он все проебет, мне будет реально обидно. Я надеюсь, что он из тех людей, кто воспользуется шансом и нормально поднимется. Я ему даю очень охуенный шанс, знаете, развиться. Я ему подарю машину, квартиру, кин. И главное, чтобы он это все не проебал. Главное, чтобы он взялся за ум, работал там, развивался. Так, пацаны, мы нашли квартиру в охуенном райончике. 200 тысяч она стоит. Так, какой у него, иди там, пай. Пусть он купит квартиру и оплатит ее сразу. Так, он купил вроде бы квартиру. Так, Алексей Бодров. Да, вот он купил. Так, все, он ее оплатил на 30 дней, пацаны. Вот мы это видим. Все, погнали дальше. А вот здесь, пацаны, если что, мы купили ему квартирку. Вот, в элитном райончике, возле компьютерного клуба. Так что, можете к нему в гости там приходить. Так, теперь, короче, он должен купить дорогой скин. Так, видео, давайте напишем 174, 110, да. Мне вот даже интересно, какой он скин купит за лям 300. Я ему передал лям 300, короче. Вот, лям 100 есть, есть лям скин. Я хочу, чтобы он себе какой-то пиздатый скин просто купил, и все. Короче, пацаны, он себе купил скин, вот, Майкла Джексона. Ну как, заебись, давайте напишем. Ну, где-то лям, я думаю, он стоит. Ну, около того, короче. Лям 200, нормально, нормально. Короче, пацаны, я у него спросил, какую он хочет машину. Он написал, что он хочет BMW. BMW, BMW. Ну, блин, я не знаю, какую ему BMW купить. Сейчас, короче, покажу вам варианты, пацаны, и что-то выберем. Я сказал, пусть он меня ждет на улице. Я сейчас просто ряду в машину и скажу, ему нравится ему или нет. Вот, короче, пацаны, BMW M2 получается. Сейчас, блин, у меня денег 7 лямов. Ну, ладно, мне не жалко, пацаны, все ради контента. Давайте у него спросим, он такую себе хочет машину или нет. Вот, тут бэха есть. Да, поехали, поехали в банк. Так, все, я бабки положил в банк, получается. У меня остается 3 миллиона. Так, перевести другому игроку. Так, 125-й ID. И давайте ему переведем 3 миллиона 600 тысяч. Сколько комиссия будет? 180 тысяч будет комиссия. Что-то за хера как-то. 3 миллиона 700 тогда переведу ему. Так, 3 миллиона 700 тысяч. Так, вот, Алексей Бодров. 3 миллиона 700 тысяч. Так, перевести. Все, так, пусть снимает деньги. И сейчас поедем, он купит себе эту BMW. Все, пацаны, он купил себе BMW. Вот, BMW M2. Короче, пацаны, произошла такая ситуация. То, что меня крашило, но вроде бы запись сохранилась. Там немножко не сохранилась. Так, давайте передаем ему 200 тысяч. Передаем. Пусть он покупает себе аксессуары гитара. Вот, если что, он BMW купил. Я вам карпас чуть позже покажу. Он говорит, никогда у меня чипа не было. Ну, я, в принципе, не жадный человек. Поэтому поставим ему чип. Тем более, в моем ИСТО. Мне процент вернется хотя бы какой-то. Потому что, как вы видели, у меня было 8 миллионов 400 тысяч. А осталось уже только 3 миллиона. Даже меньше. Все, пацаны. Он, короче, купил гитару. Вот она у него появилась. Сейчас он у него поставил, в принципе. И мы сможем поехать уже в тюнинг и поставить чип. Ну, что ж, пацаны. Мы доехали до моего ИСТО. Давайте сейчас заедем, затюнингуем его машинку. Так, сигналим. Так, ремонт. Давайте ее починим для начала. Так, 241.0. Из-за что, пацаны, это его машина. Я могу вам даже показать. Вот, карпас. Просто такой баг есть, что можно с чужими машинами кое-что делать. И как бы я вон, как бы ему винил поменял и цвет, в принципе. Так, теперь надо узнать, сколько стоит чип, короче. Блин, я надеюсь, что он не продаст, потому что тачка реально годная. Так, чип стоит 875 тысяч. Так, у него денег, по идее, не осталось, я так думаю. Сейчас, походу, я ему все свои бабки отдам. Короче, чип он поставил, но я решил еще ему дать денег на антирадар и на нитро. Лимит уже сработал. Бля, лимит. Так, я перевожу, короче, ему еще 400 тысяч. Это ему на нитро и антирадар. Все. Пусть снимает бабочки, в принципе. 400 тысяч я ему перевел. Сейчас он себе нитро поставит и антирадар. Ну, это самое важное. Антирадар, чтобы он меньше штрафа выловил, потому что на такой тачке, я думаю, он будет гонять конкретно. Ну, реально, бы как красиво, кстати, получилось в этом свете, в этом виниле. Сейчас еще поедем, поставим на нее нитро, антирадар и, в принципе, можно будет заканчивать. Ну, что же, пацаны, я думал, это будем заканчивать. Алексей, если что, кстати, крашил, когда он ставил тюнинг. Давайте я вам корпус даже покажу. Как у меня там ID 65. Вот корпус 65. Смотрим, он поставил антирадар и улучшение двигателя тоже стоит. Как бы этого машину, Алексей Бодров, как бы. Пацаны, я на эту серию потратил больше, чем 8 миллионов, пацаны. Я надеюсь, вы реально поддержите меня. Если здесь будет много лайков, то я готов такую рубрику делать раз в месяц хотя бы. Хотя бы раз в месяц, потому что затраты просто жесткие. Я эти деньги копил, как бы, на дальнобойчиках. И с помощью рефералки СТО накопил 8 миллионов. И все 8 миллионов почти потратил на Алексея. Как бы я не жалею, потому что все ради контента, пацаны. Я очень рад, что я смог помочь Алексею. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.